Добрый день, компания «Эдиколект», меня зовут Макарчан Масецурежевич, ведет цепь нашего разговора. Я Джоймани уступил право требований вашей просроченной задолженности. Нашу компанию «Эдиколект» по договору цессия 382 статей. Вы все подряд скупаете. Ну, работа пока. По 382 статей Гражданского кодекса Российской Федерации сумма задолженности у вас 50 976 рублей 52 копейки. И оплата не поступает 185 дней. В связи с этим компания «Эдиколект» составляет нам требования оплатить задолженность в размере 50 976 рублей 52 копейки в ближайшее время, а именно до 6 ноября включительно. Скажите, пожалуйста, оплата поступит? Я сейчас скажу. Я не поняла, по 238 статье Гражданского кодекса что там? О, не по 232, а по 382 статье. А, по 382 статье. Ну, это ладно. Да, заговоры цессии. Скажите, пожалуйста, оплата поступит? Нет, нет. А почему не поступит? Ну, что ж я кредитору не платила, а вам новым кредитору начну платить? Первоначально кредитору, получается, я совсем ниже плинтуса опущу. Обиды будут. Скажите, пожалуйста, вы же понимаете, что нужно платить, иначе если вы не будете оплачивать за должность, то по 126 статье Гражданского кодекса Российской Федерации компания оставляет за собой право обратиться в суд за вынесение судебного приказа. Не думаю, что вам стоит до этого. Ну, я, знаете, хочу поэкспериментировать и попытаться воспользоваться статьей 129 Гражданского кодекса. Так, и что вы от нее ждете? Я от нее жду. Наверное, что суд знает эту статью и вынесет определение об отмене судебного приказа. Да, если, ну, да, можете воспользоваться этим. Ну, вы имеете право, конечно, воспользоваться. При этом, если судебный приказ будет отменен, то дело может дойти, свое дело может дойти до суда. А там уже, если... Ну, судебный приказ тоже, тоже выносит судья в суд. А когда отмена приказа происходит, кредитор впоследствии обращается с исковым заявлением также в суд. Если сумма до 50 тысяч рублей, то идет иск, направляется в мировой суд. Если свыше 50 тысяч рублей, районный. Ну, многие не знают, поверьте. Да, просто я... В случае удовлетворения исковых требований к сумме задолженности будет, что у нас еще? Сумма госпошлины, возможно, судебные издержки. И в случае возбуждения исполнительного производства 7% исполнительского сбора. Не какой-то там сбор, как многие пишут, какой-то сбор мне там приплели, куда жаловаться. Не надо никуда жаловаться. Это 229-й федеральный закон, 7% исполнительского сбора от суммы, присужденной судом. Спасибо за внимание. Вы знаете, да, Олег Анатольевна, замечательно, что вы это понимаете. Поэтому, чтобы до этого не доводить, а также не доводить до статьи номер 70 федерального закона номер 229, который называется арест счетов, и не доводить до того, что ваши счета будут арестованы. Мы вам рекомендуем оплатить, тем более после оплаты мы вам выдадим справку о погашении задолженности. Да, если вы мне предложите какую-нибудь скидку в размере хотя бы до 50%, я рассмотрю ваше предложение оплатить в добровольном порядке, и при этом впоследствии получить справку об отсутствии задолженности. Если у вас ко мне нет выгодных предложений, то я пока не готова добровольно оплачивать. Олеся Анатольевна, есть одно очень выгодное предложение. Я прям чувствовала. Да, есть очень выгодное предложение. Оно, конечно, не уменьшит сумму задолженности, но как минимум поможет избежать дополнительных взысканий, которые могут быть, как вы знаете, по 229 федеральному закону. А именно, мы вам можем предложить разделить сумму платежа на два платежа, разделить вот эту сумму задолженность на два платежа, а именно по 25500 рублей. Ну, первый платеж 25500, второй платеж 25476 рублей 52 копейки. И, соответственно, первую часть платежа оплачивается... Ну, какое-то предложение? Не, не нравится мне такое. Не конструктивный разговор стали вести. Конструктивный. Давайте мы 25 остановимся вообще полной задолженностью. Мы же не торгуемся, Олеся Анатольевна. Я предлагаю, а вы можете, конечно, мои предложения рассмотреть и удовлетворить, а можете отказаться. Но вы же не имеете права принимать решение, вы же в этом айдеколек то, человек, который, ну, действие, которое направлено на взаимодействие. Я сейчас в одностороннем порядке принимаю решение не принимать ваши предложения. Да нет у вас таких полномочий. Передайте мое предложение в юроотдел. А я возьму сказать полномочия? Нет, нет. Не буду даже пытаться передавать это. Не начинай меня обманывать. Вы же оператор телефонного доения. В ваших полномочиях развести человека на оплату. Или хотя бы предложить выгодную для двух сторон киску. Вы просто их подписали, не ознакомившись. А у вас зачет принимают в конце месяца? Ну, как интересно, вдруг как вам работать устроить. Ну, у нас не берут тех, у кого есть просроченные задолженности. Да перестаньте, господи, не берут. Послушайте меня, Олеся Анатольевна. Вы вообще, в принципе, работаете? Планируете решать в досудебном порядке? В принципе, я в досудебном порядке. Если ко мне от вас ничего хорошего, выгодного предложения не поступит, то я не планирую решать. Так, вы не планируете решать в досудебном порядке. Вы сошлись на арест счетов. Она сейчас это так менжанет и сразу-сразу начнет деньги искать. А меня ведь ни одна пугалка, ни вторая не затронули. Олеся Анатольевна, я вижу, что вы разговариваете. Более того, право пристава направить постановление об удержании денежных средств и заработной плате в размере 50% или до 50%. Знаете ли об этом, нет? Я знаю все, что вы знаете. У вас там подготовлено, да? Я знаю, что вы знаете. Вы знаете, какие у нас трудности возникают, когда у людей удерживают по исполнительному производству зарплату, например, мы берем 50%. При перечислении остатка в размере также 50%, после удержания же 50% остается. Так как счет в банке арестован, банк с этих 50% также удерживает еще. Получается 50%. Почему так происходит? Потому что работодатель, бухгалтер работодателя при перечислении заработной платы категорически не хотят указывать, что заработная плата перечислена после удержания. Представляете? Какую кабалу затягивают людей? А это же указание Центробанка. Они не то чтобы не хотят, они обязаны это делать, но они не делают. И сейчас бороться с бухгалтерами проблематичнее, чем с приставами. Давайте завершим. Подождите, завершим. Такая глобальная проблема, а вы говорите, мы завершим. Олеся Анатольевна, остановись. Я хочу уточнить, то есть вы сейчас под запись разговора отказываетесь о заплате, правильно? Под запись разговора. Запись разговора, вот эта наша с вами разговора, она не имеет юридистской силы. Это вообще сведня, туфта. 230-й федеральный закон, вот на основании его, обязали кредиторов вас уведомлять, записывать. А если так коснуться, если запросить какую-нибудь запись, ну я, конечно, не буду утверждать, но я считаю, что этой записи это половины нет. Вот вы мне номер записи нашей с вами разговора назовете? Запись разговора я не могу назвать. Как не можете? Почему-то одни компании могут назвать, они сразу видят запись, а вы не можете. А запись-то ведется? Леся Анатольевна, это информация, которая передается по необходимости в Федеральную службу судебных приставов. Я вам задал простой вопрос, ответьте на него. Так я же ответил, что если мне не поступит предложение, которое я готова буду рассмотреть и оплатить, значит я добровольно платить не буду, конечно. Отказываетесь от оплаты, правильно? Тогда, Леся Анатольевна, я вам всю информацию довел. Мы будем ждать, когда вы исправите свое решение и все-таки решите. Исправлю. Я не буду проводить работу над ошибками, потому что не считаю свои действия ошибкой. Просто у вас нет варианта не платить. Все клиенты выплачивают за должность. Я раз и говорила, что я вообще не буду платить, либо я утверждала, что вы не пойдете в суд, а деколик, конечно, обратитесь с иском в суд. Обязательно. Поэтому я вам и предлагаю оплатить. В принципе, я вам... Я вам тоже предложение. Вы же не хотите его рассмотреть и подумать. Не хочу. Вы включили свое «я», «я», «могу», «я», «решаю». На самом деле это не соответствует. Леся Анатольевна, давайте уточним. Адрес вы не меняли? Не могу вам сказать. Просто чтобы мы вам могли всю информацию... Пожалуйста, направляйте, направляйте. Всю информацию, какую вы мне должны направить. Указ в Комсомольск, когда я получил верно? Правильно, да, да. Отлично. И номер телефона, помимо этого, на какой я могу вам звонить? Нет, нам одного для взаимодействия достаточно. Этого номера. Все дело. Когда ожидаете звонки, потому что мы вам также будем звонить, все-таки... Указа что? Вам хорошего дня. Всего доброго. Если захотите звонить, заходите на наш сайт. Кстати, оплатить, заходите на наш сайт. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мороденко Локсения Станиславовна, отдел государственного регулирования. Зоя Сергеевна? Да. Будьте добры, пожалуйста, в целях безопасности не зовите свою фамилию и имя, отчество и дату рождения. Здравствуйте, пожалуйста. Я вас знать не знаю. Назовите. Зоя Сергеевна, вы являетесь клиентом компании? Ну, да, возможно. Пожалуйста, пристепитесь полностью, мы с вами поговорим. Как полностью-то? Вы сказали мое имя и отчество. Что еще надо назвать? Фамилию, имя, отчество и дату рождения. Текущая сама долга составляет 36380 рублей. Платежи от вас поступали, но, к сожалению, полностью долг вы еще не оплатили. Сум фиксированная? Сума фиксированная? У вас процент еще начисляется. Начисляется. Смотри, подождите секундочку. Так. Так, смотрите, 26 октября проценты вам уже не начисляются. Ну, все-таки фиксированная сумма. Сум фиксированная сумма. Да. Но в любом случае оплатить ее нужно. Вот смотрите, вам доступна рассрочка на полгода. Эту сумму мы с вами можем разбить на фиксированной части, чтобы вам было проще оплатить. Потому что, я так понимаю, полностью затруднительно будет вам третий. Да, затруднительно. В личном кабинете эта информация есть о предоставлении рассрочек? В личном кабинете информации нет. Предоставляем рассрочку только на линии. Но если мы с вами договоримся на линии, то я вам вышлю на телефон, смс, для подписания доп. соглашения. Ну, мне же с доп. соглашением ознакомиться надо. Ну, я вам могу... Как я его подпишу? Слепую? Нет, я вам еще раз повторяю. То есть, высылаем вам код на подписание доп. соглашения, с которым вы сможете ознакомиться в личном кабинете. Девушка, ну вы меня поймите. То есть, сначала документ изучается, а потом подписывается. А вы сначала говорите, вы вышлите мне код, я подпишу, не знамо что. А потом мне что-то придет в личный кабинет. Но это же неправильно. Вы меня не так поняли. Я вам вышлю код, вы зайдете в личный кабинет, узнакомитесь с информацией. И только потом... Ага, это код оказывается, что я уже что-то подписала. Вы-то как видите решение? Ну вот, видите, я вас поймала, как бы. Ну, вы хотели ввести меня в заблуждение. Как я вижу? Я пока еще как не вижу ничего. Дара предвидения у меня нет. Но предчувствую, что в добровольном порядке оплаты не будет. Но опять же, направьте мне дополнительное соглашение. Давайте я все-таки с ним ознакомлюсь. Потом еще раз созвонимся. И люди договариваются, взрослые, грамотные люди договариваются именно так. А не просто я тебя вот в этом моменте обману, а потом ты плыви по течению. А хоть против. Так не бывает. Вы по договору вообще должны быть... Да, по договору понятно. Вы мне с каким-то предложением позвонили. Сейчас вы мне начинаете опять тыкать договором, которым я не исполнила, нарушила пункт договора. Соответственно, у вас есть ко мне предложение или нет? Если нет, давайте зафиксируйте отказ от добровольной оплаты. Мы как бы встретимся в суде. Если компания идет, я повторю, наверное, третий-четвертый раз. Предоставьте мне документ для ознакомления. Для согласования. Я понимаю, вот ваше возмущение до конца, я не понимаю, компания идет вам навстречу, вы должны были погасить через 2-5 дней. Возмущение, вы в мое не понимаете, почему. Потому что вы привыкли, что люди вам вслепую подписывают все, что можно. Не читая, не глядя. А потом начинается, ой, у меня в договоре 45 взаимодействий за день. У меня в договоре, что имеет право уступить право требования. А у меня в договоре еще какие-то штрафные санкции предусмотрены. Почему-то все начинают читать все потом. Потому что сначала нужны деньги. Дайте, дайте, за ради Бога дайте. А потом начинаем мы читать и знакомиться. И уже приходить в себя. А поздно. Поэтому я придерживаюсь принципа изучить документ, а потом, если согласна с этим документом, подписать его. Вот и все. Ну это ваше право изучить документ. Я вас просто проконсультировала. То есть вашей агрессии я не понимаю в данном случае. Смотрите, вам обеспечительный платеж на рассрочку нужно будет оплатить в размере 8 тысяч. Рассрочка вам доступна на полгода. Ежемесячный платеж 4730 рублей в месяц. Ну вот вы мне сейчас это все в устном формате объясняете. Так что же они мне долбятся все. Ну я не верю по телефону. Вот я не верю. Я никому не советую, не рекомендую. Мы наговорить можем все что угодно. Надо видеть документы. Сергея, на полгода вы мне виртуально что-то предоставляете. Сколько можно людей оплатить? А как вы займ брали? Вы займ брали онлайн. Ну займ я брала, предварительно изучив договор, если изучив. Может и не изучив, но по крайней мере текст я видела. Сейчас я вообще должна что-то подписать, ввести код четырехзначный, который будет приравнен у нас к этой подписи. Для чего? Из-за неумолишенная. Электронная подпись приравненна. Все, бессмысленный разговор по кругу, не занимайте мое время. Из Супербанка России, специалист Субботина, Яна Вадимовна. Все разговоры записываю. Анна Михайловна, могу услышать? Да, слушайте. Звонок вам сейчас поступает по вашим дебетовым счетам. Прошла проверка. И банком была выявлена ваша дебетовая карта виза. Последние четыре цифры, которые 20-50. Ранее на эту карту банком была начислена плата за годовое отслуживание лицевого счета. Скажите, вы знали об этом? Я знаю точно, что если картой вы не пользуетесь, то счет надо закрывать, чтобы в последние годы не прилетало такое, что должность за годовое обслуживание. Это вы за годовое позвонили, а вы можете объявиться так годика через три, и там будет сумма уже конкретно серьезная. Поэтому закрывайте счета. В последние годы 30 дней дается на оплату. Получается, у вас сегодня 61-й день на минусе счет стоит. Юра Делл вправе обратиться в суд, инициировать упрощенное судебное производство. Какая там сумма за должность, если вы решили инициировать? Вот 200 рублей к ранний раз 31 августа поступало, и 250 рублей еще на минусе осталось. Это вас автоматически считывают? Это никто не выявляет, но он специально не осуществляет. 250 рублей выявляете за приказом? Ну да. Это автоматом выявляется, и чтобы приставы у вас не списывали сумму, не переплачивают судебные издержки, необходимо самостоятельно на этот счет карты внести 250 рублей и написать заявление на закрытие лицевого счета в отделении банка. Скажите, сегодня решите вопрос для банка зафиксирования? Да, я думаю, что решим. Поставим проверку по счету на вечер, что клиент самостоятельно вопросы регулирует. Не забывайте, чтобы за 250 рублей ни в коем случае не было никаких разбирателей, тем более уж не списывали сумму пристава. Скажите, это единственный номер телефона для связи с вами? Ну, я думаю, достаточно информации обо мне. Все информация зафиксирована? Всего хорошего. До свидания. Алло, здравствуйте, Анастасия Андреевна. Здравствуйте. Это компания Кредиска, меня зовут Громашкина Андрей Евгеньевич. Я насчет вашей задолженности на сумму 39 870 рублей. Компания требует оплаты сегодня произвести. Хорошо, произведем. А знаете, хотел бы такой вопрос уточнить, он меня очень беспокоит. Вы Кредиска или Ре-Диска? Кредиска, в начале К. В начале К, да? Потому что в моей голове просто полгода недопонимание происходит. Я есть перестала. То есть надо денег вам вернуть. А что делать, если их нет? Ну, слушайте, вы вроде взрослый человек, Анастасия Андреевна, должны понимать, что... Ну, взрослый человек, я не знаю, в выходах найти, нет денег. Нечем отдать. Простить никак не сможете мне. К сожалению, нет. Нет, да? Я представляю интерес в компании, и компания просто красиво может. Скажите, пожалуйста, а вы вот работаете? Ну, я вот работаю. Вот работаю. Так-то планировала заплатить. Резкое похолодание привело меня опять в отдел по продаже меховых изделий. Ну, что, нос замерз, шла, нос замерз, пятки замерзли. Спасибо. Ну, и потратила деньги, что, шубку взяла. Искусственную, недорогую, но... Ну, видите, получается для вас ваша шубка дороже, чем кредитные... Нет, для меня мое здоровье. Мое здоровье, мой комфорт дороже оказался. Превыше оплата по договору займа. Думаете, хорошо идешь, а тебе поддувает, там поддувает. Очень важные места. Некомфортно. Застудить можно. Там почки, передатки. Ожидайте тогда негативно-привовых последствий. Вы жестокий. Вы сами сделали. У вас сострадания нет. У вас чувство сострадания. Продолжение следует... Продолжение следует...